Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на очень злободневную тему для многих. Скоро 1 сентября. Кто-то пойдет в школу после каникул, кто-то в университет или какое-то другое учебное заведение, а у кого-то скоро закончится отпуск. И именно в данный промежуток времени я хочу поговорить про учителей, естественно, математического цикла. Математики, физики, химии, биологии и так далее. У многих не очень хорошее отношение к этим учителям. Приведу один прекрасный пример. Химия и физика вообще предметы довольно очень интересные. Но почему-то всегда так получается, я спрашивал у других. Их преподают вечно какие-то... Фуга не может научить химии или физике, это неинтересно. Но почему так произошло? Почему учителей данного цикла многие так не любят? В чем ошибки этих учителей и в чем неправы сами учащиеся? Давайте об этом поговорим. Опустим начальные классы и перейдем сразу к учителю, который преподает алгебру и геометрию. На данных предметах очень важен навык решений, поэтому многим ленивым людям он не нравится. И это не очень хорошо. Объективно могу сказать, что и у меня на решение двойных, тройных интегралов, пределов, решение дифференциальных и интегральных уравнений, нахождение определителей матрицы и в школьные и в университетские годы уходило уйма времени. Но почему мне этим заниматься было интересно, а многим нет? Ответ прост. Даже подобную вещь нужно преподнести правильно. Многие умники размещают вот такие картиночки, тем самым пытаясь показать, что знания подобных вещей бесполезны. Но люди, которые шутят подобным образом и делают такие картиночки, просто обладают скудоумием. Например, интегралы позволяют рассчитать объем тел сложной формы, найти работу для запуска ракеты, определить скороподъемность вертолета, работу газа при расширении в турбине двигателя и так далее. И это только интеграл. Как сказал математик и физик Александр Данилович Александров, холодные числа, внешне сухие формулы математики, полные внутренней красоты и жаросконцентрированной в них мысли. Но математика красива не только своей прикладной функции. Учитель обязательно должен показать всю гармонию чисел и тот неведомый мир, который открывается перед человеком, обладающим математикой. Чего стоит только идея о нмерных пространствах, который может перерасти от объяснения понятий точки и прямой. А еще есть прямая, на вид нечто простое и понятное, но именно она приоткрывает нам загадочный мир бесконечности. Узнав об этом всем и периодически снабжая ученика интересной информацией, он поймет, что с помощью математики он станет сопричастен к нечто великому. И тогда сумеет быть более упорным, нарабатывая умения решений тех или иных задач. Теперь физика. Но тут, думаю, и так уже многим моим зрителям понятно, чем может заинтересовать физика. Тут я хотел бы акцентрировать внимание на том, почему многим учащимся может не понравиться физика. В большинстве своем учителя физики, да и что уж там учителя всего, естественно, математического профиля очень строгие. Это и не мудрено. В подобных науках необходима точность и строгое соблюдение правил. Уверен многим, снижали оценки за то, что они неправильно оформили задачи или не так написали пример, хотя само решение было правильным. Скажу честно, это справедливо. Все просто. Подобное внимание к мелочам, правильности и красоты оформления очень хорошо воспитывает педантичность, которая необходима каждому ученому. Плюс, когда вы поступите после школы в учебное заведение, там вам будет необходимо оформлять рефераты, курсовые работы, расчетно-графические задания, если у вас техническое образование. Ну и, конечно же, диплом. А там оформление играет колоссальную роль. Не говоря уже о том, что если вы будете тертить что-то, там вам без подобной педантичности никуда. Учителю нужно ясно дать понять, почему он так следит за вашим оформлением. И тогда, думаю, возмущений будет меньше. Ну и еще, что касается физики. Хотя это касается и химии, и биологии, и астрономии, и так далее. Это эксперименты. На уроках по этим предметам просто необходимо показывать эксперименты. Особенно это важно для физики. Ведь учащиеся должны ясно понимать, что, например, физика изучает природу, которая вокруг нас. И это удивительно, что человеческий гений способен познать ее. И да, на любого человека невероятное впечатление производит урок астрономии ночью с телескопом, когда каждый способен почувствовать себя первооткрывателем. Говорю из личного опыта. Я понимаю, что у школ мало средств, а иногда и мало часов, чтобы обеспечить все то, о чем я говорю. Но как бы то ни было, стремитесь, познавайте, совершенствуйтесь. И старайтесь вдохновлять на это других. Обязательно напишите в комментариях о ваших самых ярких учителях из, естественно, математического цикла. Сегодня я отвечу на следующий вопрос. Вопросы о времени всегда вызывают у людей интерес, но это и не удивительно. Отвечаю на вопрос. Течение времени можно сделать медленней. Для этого нужно просто двигаться со скоростью, близкой к скорости света. Либо некоторый промежуток времени находиться возле сверхмассивного тела. Такой, как, например, черная дыра. Разумеется, это не просто. Для этого потребовались бы огромные ресурсы и передовые технологии. Но это теоретически возможно. И, соответственно, чем скорость ближе к скорости света, или чем более массивное тело, тем медленнее будет ход времени. Кто-то может предположить, что если ваша скорость будет равняться скорости света, то время остановится. Но это невозможно. Это противоречит теории относительности. Тут сразу у многих возникает вопрос. Как течет время в черной дыре? Что ж, на самом деле это очень сложный вопрос. Черные дыры искривляют пространственно-временной континиум до такой степени, что внутри горизонта событий время и пространство меняются местами. В каком-то смысле вас влечет к сингулярности не пространство, а время. Вы не можете вернуться назад и выбраться из черной дыры точно так же, как никто из нас не способен на путешествие в прошлое, так как время идет всегда вперед и никогда вспять. Что внутри черной дыры? До сих пор загадка для физиков. И как там ведет себя время и пространство тоже, хотя есть громадье гипотез. И еще существует так называемая модель Эйнштейна-де-Ситера. Согласно этой модели, в начальный период возникновения Вселенной объем ее был очень невелик, а плотность материи крайне высока. При таких условиях течение процессов с точки зрения некого внешнего наблюдателя происходит весьма медленно. Настолько медленно, что можно говорить о том, что течение времени остановилось. По современным представлениям, эволюция Вселенной выглядит сложнее, чем в модели Эйнштейна-де-Ситера. Не забывайте оставлять вопросы для следующего светлого блога, который обещает быть очень интересным и провокационным. Ну и про лайки не забывайте. Всем до скорых встреч. Пока.